16 февраля в Пролетарском районном суде города Твери начались судебные слушания по уголовному делу в отношении Марины Жировой, обвиняемой в истязании инвалида. Об этом громком уголовном деле мы рассказывали в патрульной службе. Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 42-летний Марина Жирова обвиняется в истязании тяжелобольного человека, мужчины, который перенес 7 инсультов. 16 февраля в зале судебного заседания было заслушано государственное обвинение. В период времени с 30 января 2023 года по 17 февраля 2023 года Жирова путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, действия умышленно, систематически оскорбляла лежащего на медицинской кровати Козлова, систематически наносила ему побои и совершала иные насильственные действия, применяя тем самым насилие, не опасное для жизни и здоровья, чем причиняло Козлову физическую боль и психические страдания. В результате умышленных преступных действий Жировой Козлова были причинить телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков на теле в области рук и ног, телесные повреждения в области головы в виде кровоподтеков в подглазничной области слева, а также наступило ухудшение состояния здоровья Козлова, что было зафиксировано в бригаде скорой медицинской помощи, Тверской станции скорой медицинской помощи, прибывшей на вызов Козлову 23 марта 2023 года в 20 часов в 4 минуты. Статья Уголовного кодекса трактует действия Жировой как истязание недееспособного человека, перенесшего 7 инсультов. Своим умышленным действием Жирова совершила преступление предсмотрами пункта МГ, части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сама подсудимая, ранее признававшая свои преступные действия, сейчас свою вину в истязании не признает. Это не было систематически и никогда не было умышлено. Я не хотела причинить физический век. В качестве сиделки в Тверской семье Марина Жирова работала с октября 2022 по февраль 2023 года. На первое судебное заседание, несмотря на плохое самочувствие, пришла супруга потерпевшего, его официальный опекун Антонина Козлова. По ее словам, супруг после случившегося перенес еще два инсульта. Состояние здоровья резко ухудшилось. В конце января он перенес еще два инсульта. 25 января и 28. Состояние крайне тяжелое. Я сейчас пошла на заседание суда и вызвала ему скорую помощь. Сейчас за прикованным к постели больным ухаживает новая сиделка, к работе которой у Антонины Козловой нет претензий. Я теперь очень тщательно подхожу к выбору сиделки и контролирую практически каждый ее шаг, каждое движение. Я, конечно, не влезаю в работу сиделки, но я стараюсь все замечать и примечать. Если мне что-то не устраивает в ее работе, я делаю ей замечание, спокойно мы с ней общаемся, она все выполняет. Заседание проходит под председательством федерального судьи Марины Сайковой. Мы следим за ходом событий.